Только начала снимать, уже папа звонит. Алло! Всем привет, доброго времени суток, сердечное намаскар и добро пожаловать! Это видео, наконец-то, будет посвящено очень большой, обширной и для многих, наверное, долгожданной теме про специи. Я расскажу то, какие специи мои любимые, что у меня есть, что я использую на постоянной основе, что я включаю в свой рацион, расскажу про полезные свойства, специи, где покупаю, что покупаю и так далее и тому подобное. Поэтому, если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. Я постараюсь уместить как можно больше всего, больше информации, потому что у меня на кухне огромное количество специй, и я не перестаю пробовать какие-то новые смеси, использовать что-то новое, включать в блюдо и украшать свою жизнь разнообразными вкусами. Небольшое предисловие. Раньше я вообще не использовала никакие специи и считала это всё чем-то лишним и недостойным внимания. Но как я ошибалась? Специи являются составляющей полноценного рациона не только в качестве каких-то полезных составляющих, но так и для полноценного ощущения жизни, для полноценного вкуса этой жизни. Наш желудок не имеет вкусовых рецепторов, и все вкусовые рецепторы, естественно, у нас находятся в полости рта. И каждый вкус является проекцией какой-либо эмоции в нашей жизни. Именно поэтому специи очень важно использовать в своём рационе. Кроме того, они богаты разными нутриентами, макро-микро, помогают усвояемости каких-то других продуктов. О каких-то таких вещах, которые отражаются на нашей жизни, я уже говорила в каком-то из своих видео про специи Аюрведы. Где я покупаю свои специи? Раньше я всегда покупала где-то в лавках, на рынке, на развес, и в итоге я поняла, что делала большую ошибку. То есть оттуда я перешла в разные интернет-магазины хорошего качества. И только тогда я поняла, что значит качественные специи, которые сделаны вручную, которые смолоты вручную, и которые сделаны из качественного и хорошего сырья. Естественно, хорошие и качественные специи, они реально меняют вкус еды, вкус нашей жизни, и как-то отражаются на состоянии нашего здоровья. У хорошего повара, кулинара или человека, который просто ощущает вкус жизни, у него всегда будет на полке стоять много специй для того, чтобы просто сделать пищу какой-то невероятно прекрасной, вкусной, наполняющей не только наш желудок, но и наше душевное состояние. Помните, что вы всегда кормите не только наше физическое тело, но также психику и нашу душу. Большее количество специй, которые я покажу в этом видео, я приобрела на сайте многоспеции.рф. Это качественные специи ручной работы, ручной сборки, авторские какие-то смеси специй и отменнейшего качества. Как использовать специи? Практически все специи стоит предварительно обжаривать в разогретом масле, так как у специй выделяются эфирные масла, и масло хорошо растворяется в масле. Получается, эфирные масла от специй, они отдают свои ароматы маслу, также они раскрывают все свои полезные свойства, и потом, когда вы уже готовите что-то в масле и в обжаренных специях, главное их не пережарить, то блюдо, оно раскрывается еще больше. Поэтому практически всегда специи нужно обжаривать. Конечно, есть какие-то исключения в виде каких-либо других там специй, которые не нужно просто-напросто обжаривать, а добавлять уже в процессе готовки или в конце приготовления блюда. Ну что, друзья, я собрала тут большую коробочку, чтобы далеко не отходить, и, пожалуй, начнем. Пожалуй, начну с самых базовых вещей, что является основой основ в кулинарии, это базовый перец и соль. Пищу всегда я солю исключительно либо розовой гималайской солью, либо морской солью, либо, как исключение, черной солью, которую я использую, ну, наверное, всегда только для тофу скрэмбла, так как она обладает очень таким явно выраженным запахом яиц, то есть запахом серы, но, тем не менее, она очень богата разными макро-микроэлементами. То же самое я могу сказать и про морскую соль или гималайскую, то есть это то, что не слишком полезно, конечно, для нашего организма, но и не совсем и вредно. Поэтому немножко подсолить свою пищу и придать ей какой-то вкус никогда не бывает лишним. Черная соль, сразу скажу, она на любителя, поэтому будьте с ней осторожны. Перчик. Перец это такая штука, которая разогревает наш агни, то есть наш жизненный огонь, нашу жизненную печку, печку нашего организма, наш желудочно-кишечный тракт, ускоряет пищеварение, перец обладает антибактериальным эффектом, он разгоняет кровь, также обладает противомикробными свойствами, конечно же. У меня есть перец черный, чили обязательно и перец горошком. Перец горошком я всегда использую для бульонов каких-либо или маринадов. Если говорить про черный и красный перец чили, то чили это то самое, что я всегда использую для каких-либо острых соусов, ореховых соусов, для какой-то такой азиатской кухни, когда хочется добавить остроты, или для каких-нибудь копченых бобов в томатном соусе. Чили подходит очень здорово. Черный перец просто классика, который прекрасно работает с какой-то куркумой, и я его добавляю иногда в напитки, в чай, когда готовлю, например, на основе растительного молока, потому что он полезен, тем более, когда он смолот вручную. Начинается какая-то неизведанная красота уцкосунели. Проще говоря, это голубой пожитник в молотом виде. Эта специя обладает каким-то очень интересным орехово-гребным и древесным ароматом, и отдает блюду какой-то очень интересный вкус и какое-то глубокое послевкусие. Мне нравится ее использовать в тушеных овощах, в какой-то томатный соус добавлять, или в супы. Мне нравится, наверное, вот эта непонятность этой специи, и за это она меня и привлекает. Следующая моя самая любимая любовь до гроба — это копченая паприка. Копченая паприка вот этого бренда, я уже не раз говорила, она моя самая-самая-самая любимая, и тут осталось совсем чуть-чуть, поэтому я взяла на пробу просто у другого производителя, чтобы как-то разнообразить и сравнить, и посмотреть качество, разницу. Она неплохая, она приятная на вкус, но ничто, никакая специя, ни из окея, ни другого производителя вообще в подметке не годится вот этой. Копченую паприку я использую всегда в какие-то соусы барбекю, запеченным овощам, иногда добавляю в тофу скрэмбл или копченому тофу, обжаренному тофу, чтобы тот приобрел некий такой копченый привкус. Иногда я даже посыпаю какие-то крем-супы нежные копченой паприкой, и она отдает просто невероятный такой древесный или богатый вот вкус копчения. Вот даже не описать, это нужно попробовать. Завершить симфонию аромата и вкуса блюда, добавляю копченую паприку. Очень рекомендую. Использую точно так же в разные соусы. Например, у меня есть прекрасный соус барбекю, соус копчения, по-моему, кетчуп я еще делала с добавлением вот подобной копченой паприки, и все эти соусы есть в книжке моих веганских соусов. Ссылка, если что, в инфобоксе. Имбирь, корица, кардамон и мускатный орех. Я решила объединить эту четверку, потому что вместе это самая лучшая смесь для каких-либо рождественских кексов, имбирных пряников. Классная смесь для выпечки. Та самая, та самая смесь, которую все так любят за уют в осенних-зимних вечерах. Но поговорим, конечно же, о каждой специи в отдельности. Имбирь я использую как в порошке в сушеном виде, так и в свежем виде. Это раз на раз, когда как. Порошок имбиря я практически каждый день добавляю в свои утренние каши или утренние смузи. Если у меня есть свежий корень имбиря, то я зачастую завариваю имбирный чай. Так как имбирь в аюрведе является самым мощным разогревателем нашего желудочно-кишечного тракта. Он ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварение. Поэтому имбирь для меня это специя просто незаменимая. Иногда я даже имбирь могу использовать для жгучести вместо какого-нибудь перца или чили. Добавляю очень часто в тушеные овощи, опять же, в какой-то томатный соус, в какие-то бобы, фасоль. Мешаю его даже просто с корицей и добавляю в разные напитки. Такие, как, например, куркумалатте, который просто является напитком номер один для повышения иммунитета. Имбирь лучшее средство для того, чтобы наполнить свое тело бодростью, зажечь искорку в глазах и огонь в своем теле. Корица. У меня тоже ее очень много, всегда дома, чтобы... чтобы всегда было. Чтобы всегда была. Потому что из-за корицы, мускатного ореха, порошка какао я себе делаю, например, натуральный бронзатор для лица. То есть это как бы косметика. Корица обладает антиоксидантными свойствами, антибактериальными свойствами. Я люблю ее добавлять иногда в какао. Ну, я имею в виду в напиток. Сразу приобретается какой-то другой оттенок и другой вкус. Безусловно, это для, опять же, того же куркумалатте, то есть голденлатте. Это шикарная специя. Корица очень хорошо подходит также и в какой-нибудь суп-пюре из тыквы или моркови. Каким-то сладким овощам. Или, естественно, это выпечка. Это та самая выпечка булочки с корицей. Булочки с корицей. Я обожаю. Это вот просто специя, которая для меня отождествляется с осенью, зимой и с какой-то такой пряной сладостью незабываемой. Также я обожаю делать себе напиток на основе корицы и растительного молока перед сном. Потому что это очень мягко сказывается на состоянии ума. И, соответственно, вы очень хорошо, крепко спите. Кардамон. Ничего необычного. Просто всегда добавляю в панкейки. Опять же, та же самая рождественская смесь. Ну, или какая-либо выпечка типа морковного кекса или бананового кекса. Рецепты, кстати, у меня есть на канале. Мои любимые. Мускатный орех нужен в очень маленьких количествах. Так как у него специфический вкус, специфический аромат. И им не нужно перебарщивать. Просто там буквально на кончике чайной ложки. Он обладает очень мощными антибактериальными, опять же, свойствами. Противомикробными свойствами. Противовоспалительными свойствами. Мускатный орех я иногда добавляю в тушеные овощи, опять же. Потому что он имеет какой-то такой немножко терпкий вкус. Оттеняет блюдо. Тут задержится витамин С, витамин Е. И я могу делать с мускатным орехом какие-либо маски для лица. То есть это вот, например, корица, мускатный орех. И просто вода сделать кашицу и нанести на лицо. Для того, чтобы как раз-таки кожа впитывала все эти антибактериальные свойства. Для тех, кому свойственна такая жирная кожа. И какие-то проблемы с высыпанием. Куркума должна быть всегда качественная, органическая. Это такая очень специфическая, опять же, специя, которая является самой популярной, наверное, в Индии. И с ней нужно быть, конечно же, аккуратным и осторожным. Потому что из-за ее специфического такого вкуса можно реально испортить какое-нибудь блюдо. Куркума является основой основ для куркума латте. Такой золотой напиток. Если что, рецепт, конечно же, у меня есть в моих любимых напитках. Так вот видео называется. Я добавляю куркуму в карри. Вообще, везде, где можно добавить куркуму, я ее добавляю. Пусть в небольших количествах, но чтобы она была. Потому что она содержит огромные свойства, связанные с антипаразитарными действиями. Опять же, это противовоспалительные действия. Куркуму можно использовать в качестве не только приправы к блюдам, но кто-то ее заваривает. Кто-то может делать маски для лица. Но тут нужно быть тоже аккуратным, потому что куркума окрашивает все в ярко-желтый цвет. Все, что угодно. В том числе и белую кухню, и блендер, и, естественно, ваше лицо. Если вы делаете маску. Поэтому нужно быть аккуратным и планировать все эти косметологические, косметические процедуры тогда, когда вы не собираетесь выходить из дома. Куркуму лучше всего использовать с черным перцем совместно. Это как бы специи, которые взаимодополняют друг друга. Черный перец активирует куркуму. Использую я, конечно, куркуму как такое лекарство экологичное, натуральное для нашего организма. Она нормализует пищеварение, улучшает здоровье кишечника, омолаживает, выводит токсины, шлаки и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы еще не знаете о куркуме, обращайте ваше внимание на специи. Асофетида. Это та специя, которая у очень многих людей вызывает вопросы. Почему я использую ее вместо лука и чеснока? В целом, асофетида – это корень растения. По своему вкусу, аромату и свойствам асофетида – это как лук и чеснок вместе взятые. Я стараюсь по максимуму исключать из своего рациона лук и чеснок. Безусловно, есть какие-то ситуации, когда я могу использовать какой-то там сухой чеснок, но свежий лук или свежий чеснок я не покупаю никогда. Я могу использовать сухой порошок чеснока, когда у меня просто нет асофетиды, она закончилась, и я там куда-то уехала, например, и у меня просто нет возможности купить асофетиду. Просто вот так вот выйти из дома или взять где-то и так далее и тому подобное. Поэтому исключение из правил есть. Но по возможности стараюсь по максимуму исключить из своей жизни. Поэтому асофетида для меня стала просто находкой, которую я уже использую на протяжении где-то полутора лет. Почему я не ем лук и чеснок? Лук и чеснок являются очень хорошими натуральными антибиотиками для нашего организма. Но в том количестве, которое люди привыкли есть, каждый день, утром, вечером и ночью, например, лук и чеснок уже являются отравой для нашего организма. Кроме того, те люди, которые практикуют духовные практики, они сами замечают, как лук и чеснок влияют на их сознание, как вот эти выделения, например, которые происходят у нас в желудке, они попадают в клетки нашего мозга, происходит затуманенность сознания. Даже, по-моему, запрещается употреблять летчиком, пилотом чеснок перед полетом, потому что происходит интоксикация в мозг, и человек не может как-то грамотно управлять своим умом. У него такое сознание немного, не знаю, пьяного человека, скажем так. В целом, это вообще продукты, которые относятся к томасичным, которые понижают наши вибрации, и если я и могу, например, купить лук и чеснок свежий, то это будет исключительно из-за здоровья, то есть просто исключительно как лекарство, как такое что-то разовое для помощи иммунитету. Вот, а так, это мой выбор, и меня он полностью устраивает. Это дело абсолютно каждого, просто мое тело уже очень сильно отвыкло от лука или чеснока, и я просто когда ем какое-то блюдо, например, салат или еще что-то, где находится там лук, чеснок, я выковыриваю, но когда все-таки попадается, я себя чувствую просто плохо. Мне плохо, моему желудку плохо, мне это не нравится, и зачем я выбираю лишний раз страдать, если я могу не страдать и использовать хорошую специю на замену. Ее требуется минимальное количество, буквально где-то 1 треть чайной ложки там на блюдо, добавлять совсем чуть-чуть, и у нее, конечно, немножко совсем другое какое-то послевкусие. Но я привыкла, и меня это полностью устраивает. Я посыпаю ей ту же самую, например, картошку вместо сухого чеснока, использую в маринадах. В общем, я использую ее абсолютно везде, где требуется какой-то там чеснок. Абсолютно везде. Просто, ну, такая замена. Все. Я пробовала очень много разных видов асофетиты от разных магазинов, разных производителей, там, в разных упаковках. И пока что мне нравится просто соотношение цена-качество именно вот это. И тут как бы понятный состав, все понятно, и мне нравится просто даже она как на вкус. Эту асофетиту я приобрела точно так же через интернет-магазин «Много специи РФ». Вообще, если сказать про этот магазин, то это дочерний проект от уроков медитации. Возможно, вы знаете, и всем, кто действительно знает и в курсе, всем намаскар, я рада вас видеть. Там все специи качественные, ручной работы. Их смалывают, ну, практически непосредственно перед тем, как там вам отправить. За качеством всегда следят, всегда хорошее сырье. У меня также есть и промокод на скидку 5%, который называется Victoria Bell. Я уже, наверное, всем его раздала, своим знакомым, кто ценит специи, кто любит специи, любит экспериментировать. И, конечно же, я рекомендую и вам. Посмотрите на этот магазин, все действительно сделано с любовью. Прямиком из Варнаула. Вот. Так что намаскар. А мы продолжаем. Кумин или зира. Есть еще очень похожая специя на кумин, она называется тмин. Есть как в молотном виде, так и в виде вот таких зернышек. Когда они обжариваются, это очень похоже, так, как будто вы там жучков жарите. Кумин обладает интересным пряным ароматом. С ним тоже нельзя переборщивать. Знаю тех людей, которые не совсем любят зиру, не воспринимают этот вкус. Я и сама, наверное, была одной из таких людей. Но теперь он всегда есть на моей кухне. Я его добавляю в грибной суп, в блюда какие-то с грибами, если я использую грибы. Кумин активирует щитовидную железу. А также он ускоряет отмен веществ. Зира помогает усвояемости бобовых. Поэтому я абсолютно всегда добавляю немножко зиры в хумус, в свой домашний. Точно так же стараюсь добавлять во все блюда, где у меня есть бобовые, для того, чтобы они лучше усвоились моим организмом. Где-то даже видела или читала, что люди заваривают зиру, употребляют это как такой настой, напиток. Поэтому у нее очень много хороших, качественных свойств для нашего тела. Тоже добавляю ее и в какой-нибудь плов. Если поговорить про какие-то полезные свойства, то это, конечно, улучшение абсолютно всего пищеварения в теле человека. Потом зира препятствует образованию каких-то тромбов, то есть оказывает влияние на нашу сердечно-сосудистую систему, кровеносную систему. Почитайте, вдруг вас это действительно заинтересует. Кориандр, проще говоря, это молотые семена кинзы. Кто-то не любит кинзу, но вот именно в молотом виде это вообще другой вкус. Я, опять же, добавляла кориандр абсолютно всегда, когда у меня не было каких-то других специй, типа там гарам, масала или каких-то еще более интересных специй. Конечно, я и сейчас добавляю ее в какие-то там супы, в рис, в тофу, скрэмбл тоже люблю. Я всегда люблю экспериментировать, поэтому кориандр это тоже является таким постоянным товарищем для других специй. Ничего, опять же, такого сверхъестественного. Базовые функции улучшают пищеварение, ускоряют его, уничтожают какие-то нежелательные микроорганизмы, просто в целом хорошо влияют на организм. Вот так. Совсем немножко у меня здесь осталось итальянских трав, таких как базилик, розмарин, просто травы прованса, смеси итальянских трав. Безусловно, они очень полезны для организма и содержат мощную концентрацию разных макро-микроэлементов. Вы можете, опять же, просто посмотреть содержание этих элементов, их питательную ценность. Базилик шикарнейшая вещь против каких-то воспалений, поэтому, например, базилик я использую не только в еде, в готовке, но и для маски для лица, опять же. То есть я смешиваю базилик, агерведический порошок ним, это природный антибиотик такого индийского дерева, и намазываю это все на свою Т-зону, и это является вообще отличнейшим, шикарнейшим противогрибковым и антибактериальным средством в той же самой борьбе и облегчении протекания акне. Разумеется, все итальянское это для пиццы, соусов, пасты, лазаньи и так далее и тому подобное, везде, где хочется добавить какой-то такой итальянский аромат или сделать какую-нибудь запеченную картошечку в прованских травах. Что же, время для очень классных и мною горячо любимых смесей специй. Первая и самая топовая, вот я уже покупаю такую второй раз, это гарам масала. Гарам масала это просто, кладезь, наверное, смесь самых таких мощных, классных специй. Порой достаточно просто, там, не знаю, одной чайной ложки подобной специи и больше никакие специи не нужны, кроме соли. В принципе, гарам масала, она может состоять из абсолютно разных составляющих, но она будет довольно-таки жгучая смесь, поэтому с ней тоже нужно быть аккуратным. Это такая смесь специй, которая предназначена для повышения, опять же, нашего пищеварительного огня. Вот, и поэтому она обладает согревающим действием и очень хороша в осенне-зимний период. Вот, поэтому активно я использую ее именно в это время года. Но и так, и так тоже всегда хорошо подходит, если хочется какой-то такой остроты или согревающего эффекта для блюда. Добавляю тоже в супы или в какую-нибудь нутовую лепешку, нутовые оладьи, тоже совсем немножко. Это не значит, что во всех смесях гарам масала, которые вы вообще можете встретить в мире, будет один и тот же состав. Нет, я покупала и другую тоже, но она какая-то была еще более острая. Это менее острая и приятная. Данная смесь будет просто интересна всем, кто любит натуральные смеси для бульона. Я никогда не покупаю всякие разные там кубики, маги, галины бланки всякие. Не люблю, не покупаю, потому что составы там ужасные. Я, наверное, даже никогда и не покупала. Здесь есть просто абсолютно все. И, как правило, я всегда делаю свой домашний овощной бульон, используя там черный перец, лавровый лист, овощи разные. И если добавить вот подобную смесь для бульона, получается, ну, просто прям вот объедение. Потому что здесь столько всего есть, и ламинария, вакамы, то есть это даже вместо соли идет. Она довольно-таки соленая. Шикарнейшая смесь, главное натуральная. И, ну, вот, например, я использую где-то около столовой ложки для супа. Где-то так. Куда без карри? Карри — это просто тоже must-have для моей кухни. И кто меня давно смотрит, знает, как сильно я люблю карри. Карри — это вообще одно из моих самых-самых-самых любимых блюд. Я его готовлю вообще в разных вариациях с картошкой, с баклажанами, классические. Я делаю тыквенный карри — это просто объедение. Иногда вот эту подобную смесь специй, которая, опять же, называется карри, я использую просто в тофу скрэмбл, потому что тут есть и куркума, которая как раз-таки отвечает и за цвет, это желтенький. Классная смесь, которая заменяет много-много разных. Вот, поэтому карри я тоже очень сердечно, горячо люблю и обожаю. Всегда есть на моей кухне. Карри тоже относится к каким-то таким жгучим специям, но она не такая смесь жгучая, как, например, та же гарам масала. Это лично на мой взгляд, на мои вкусовые ощущения. В каком-то не очень давнем видео я очень нахваливала вот эту смесь специй для лапши. Это просто открытие этого лета, и она не только для лапши. Я ее использую, когда готовила пельмешки, естественно, когда там макароны просто отварила, добавила, обжарила эти специи вместе с макаронами, и у меня получилось просто что-то фантастическое. Этой специи, я не знаю, можно там и супы тоже как-то обогащать вкусом, и овощи, и рис. Вообще универсальная специя. Вот прям она мне настолько понравилась, что я ее, опять же, советовала своим друзьям. Очень вам рекомендую обратить внимание вот на эту смесь специй для лапши. Еще одна смесь специй, которую я приобрела, наверное, просто как бы из любопытства, посмотреть, что как, как это можно использовать. Использовала я ее тоже абсолютно везде, она такая универсальная, но, как по мне, она может даже спокойно заменить или дополнить смесь для бульона, так как она и содержит в себе смесь специй для бульона, и уже отдельные как бы тут и овощи, и травы, и сушеные, там, морковка, сельдерей, томат, паприку. Использую ее сейчас в основном в супах. И, наверное, тогда, когда я готовлю какой-нибудь рис. То есть вот именно в рис куда-то, или в крупы, которые я варю в воде, чтобы, ну, грубо говоря, вот морковь сушеная, она наполнилась влагой, да, и стала более мягкая. Вот, для этих целей использую. Но, наверное, еще раз, наверное, я бы не стала ее брать. Вот, либо использовала бы просто либо для бульона, либо вот эту. Но она мне просто нравится, даже за счет того, что здесь абсолютно все натуральное, полный состав, и, опять же, отсутствует, ну, там, лук, чеснок, и присутствует асофетида. Хочу сказать просто, что во всех специях, на многоспеции РФ вместо лука, чеснока используется асофетида, что для меня лично просто, как бы, спасение и находка. Вот. И кто тоже, как бы, придерживается какого-то такого рациона, там без проблем может приобрести себе абсолютно все хорошие специи и вот подобные смеси. Если немножко отойти от темы, опять же, лука, чеснока, то я очень люблю вот эту смесь. Здесь содержится очень много трав, как итальянских, так и нет, но, тем не менее, лук, чеснок в сушеном виде тут тоже присутствует. Однако, она меня всегда вручает, когда я куда-нибудь еду, например, на ту же самую дачу. И так как там никто не сходит с ума по специям, как я, мне достаточно взять просто вот эту самую специю, посыпать все, что угодно, добавить даже просто в какую-нибудь гречку или в любую крупу, типа булгура, например, или кускус, когда я готовлю, немножко добавить, и просто блюдо становится вообще каким-то совершенно другим, оно раскрывает вкус. Вот. Или там в какой-нибудь соус, опять же, из томатов, в маринады. Ну, универсальная смесь, что тут говорить, она меня вручает. Конечно же, я не говорю про банальные какие-то там петрушка, укроп, или там лавровые листы, или горчицу, или какой-нибудь там ванилин для выпечки. Все это и так понятно. Просто все, что я показала в этом видео, это все то, что я прям вот стабильно использую в течение недели точно. Любые балансировки вкусов отвечают за балансировку и самой жизни. Я раньше никогда не использовала специи, и жизнь, наверное, моя была скучна, чем она есть сейчас. И к тому же, после того, когда я узнала про полноценность специи, про то, как они улучшают и пищеварение, как влияют на организм, ну, это просто стало неотъемлемой частью моего рациона, моей кухни, моей жизни. Вот. Поэтому я очень рекомендую вам обратить свое внимание на классные специи. Надеюсь, вам было полезно это видео, потому что действительно многим было интересно, какие у меня вообще есть специи, что куда я использую, где покупаю, что беру. И я действительно рада, наконец-то, соорудить подобное видео и раскрыть все явки, пароли, секреты. Возможно, кто-то вдохновился на что-нибудь новенькое, изучение чего-нибудь новенького, эксперименты, новые вкусы. Я очень надеюсь, что вы покупаете специи в действительно хороших местах у ответственных производителей, у тех людей, которые несут ответственность за предоставляемые услуги, за те товары, которые они продают. Вот. И желаю вам, конечно же, вкусной, потрясающей, интересной жизни, сияющей, яркой, бодрой. Желаю вам счастья. Всего вам самого хорошего, лучшего, от сердца к сердцу, лучей добра, с любовью. Намаскар. Субтитры подогнал «Симон»!